Ну, не знаю, всегда хочу быстренько, получается, как получается. Все, ставлю назад и давайте начнем. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 21 января 2018 год. Начинается четвертая неделя каталога номер один. И, как всегда, в воскресенье у нас с вами командная планерка. Вообще каталог номер один удивительный, потому что это единственный каталог в году, когда бывает 4 недели. И если вы посмотрите на свои показатели, то, собственно говоря, вы увидите, с каким мы идем вообще темпом. Ну, хочу сразу сказать, что в общем по команде темп у нас достаточно хороший. И очень многие люди уже выполнили свои уровни по итогу прошлого каталога. Да, я всегда сравниваю с прошлым каталогом. Есть кому надо немножечко подтянуться, конечно же. Поэтому продолжаем очень активно работать. И хорошо, что у нас есть эта четвертая неделя каталога. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом нужно активно провести эту четвертую неделю. И вообще на что стоит обратить внимание. И вообще поговорим сегодня о командности. Потому что все начинается с команды. И не зря я вам каждый раз перед началом нашей планерки, включая одну и ту же песню. Потому что эта песня как раз о командности. О том, как важен каждый человек в команде. Как важно не просто, знаете как, молчаливое присутствие. А важен дух, важна энергетика, важно вдохновение. И вот это все дает именно команда. Но об этом мы тоже с вами сегодня немножко поговорим. Итак, у нас обложечка первого каталога. Продолжается наша бесконечная совершенно распродажа. Не буду сегодня останавливаться на продукции, которые представлены в каталоге. Если кто-то смотрит записи и интересно, на что стоит обратить внимание именно в текущем каталоге, то посмотрите две предыдущие наши планерки. И вы, собственно говоря, увидите весь мой обзор текущего каталога. Сегодня же мы поговорим немножечко о другом. Ну, конечно же, несмотря на то, что вроде как я не планировала говорить о каталоге, да, одну страничку каталога я все-таки оставила. Почему? Потому что если мы будем с вами смотреть глобально вообще на наш бизнес, вы знаете, в нашем бизнесе, я всегда вам об этом говорю, да, существует три категории людей. Значит, первая категория людей – это 8% людей, составляющих вашей команды. Это люди, которые пришли, они в бизнес, они пришли, да, они пришли по приглашению. Не важно, как вы их пригласили в интернете, или кто-то за руку привел, либо им кто-то порекомендовал, либо они любили продукцию и сами искали, где же заказывать, да, для себя, для любимых. Ну, то есть это люди, которые пришли не для бизнеса. Эти люди, они могут быть просто приверженцами продукции, первый вариант, да, это люди могут быть людьми, которые умеют и любят экономить деньги, поэтому они пользуются нашей продукцией, зная о том, что то, что продается в магазине, аналоговые продукты, да, стоят, ну, в среднем в 5 раз дороже. Вот, например, наша зубная паста, я вот специально в зубной клинике посмотрела аналоговую зубную пасту. Что такое аналоговая зубная паста? То есть точно такой же состав, да. Так вот, стоимость этой зубной пасты в клинике была 480 рублей, друзья мои, 480, да. У нас сейчас каталогия этой зубной пасты с таким же, собственно, составом, противокарисная зубная паста «Тотальная защита», она стоит 99 рублей. Вот это называется «Почувствуйте разницу», да. Это касается абсолютно всего, это касается ароматов, это касается уход за кожей лица, да, если мы возьмем, например, более или менее похожий вариант шестиэтапного ухода за кожей лица где-нибудь в магазине, то это будет стоить в среднем в 3-5 раз дороже, чем, например, наша коллекция Novage, да, именно если этот продукт будет отличать тем же характеристикам, тем же свойствам, да, то есть я сравниваю именно по свойствам, именно по характеристикам, именно по результату применения. Так вот, 80% людей в наших организациях – это люди, которые с удовольствием пользуются продукцией. Это могут быть, например, либо умные покупатели, либо, например, это люди могут быть тусовщики, так называемые, да, то есть им нравится спустить с нами, мы им просто нравимся, да, им нравится быть в наших чатах, им нравится общаться, им нравится, что их поздравляют там с днём рождения, с праздниками, им нравится обзоры смотреть по продукции, то есть понимаете, да, вот этих людей у вас в команде 80%, и 20% людей – это партнеры, из которых 5% – это будут ваши будущие директора, то есть ваши, ну, прям вот совсем-совсем ключики. И таким образом получается, что все зависит от вашего видения бизнеса, да, потому что вот у новичков у них какая в основном проблема, и не только, кстати, у новичков. Когда они приходят к нам в бизнес, а многие приходят на начальном этапе, вроде попробовать деньги зарабатывать, да, они почему-то ожидают, что продажи у нас будут такие же, как продажи в магазине на земле. Что это означает? Вот в магазине на земле стоит продавец, бамбук курит, да, не принимает никакого активного участия в том, чтобы покупатели заходили именно в его, например, магазин, или именно в его отдел, но чаще всего не принимает никакого участия. При этом у него есть какая-то там зарплатка небольшая, да, плюс процент товара оборота, ну, чаще всего так происходит. И так как у него вот есть вот эта небольшая зарплатка, поэтому, собственно говоря, он бамбук укурит, да, потому что он, ну, собственно говоря, прекрасно понимает, если по минимуму он продаст, все равно какая-то копеечка ему на карман упадет. Так вот, у нас с вами совершенно другая ситуация, у нас с вами нет никакого оклада, мы всегда с вами получаем процент товара оборота, поэтому у нас с вами должна быть всегда активная позиция, да, это касается абсолютно всего, это касается обучения, это касается приглашения людей в команду, это касается, вот даже, понимаете, как, даже, например, вот вариант, да, можно дать человеку ссылку для того, чтобы он добавился в чат, а можно добавить его в чат. Что выберу я как человек, обладающий видением? Я его просто добавлю в чат. Почему? Ну, просто потому, что он может не дойти для того, чтобы посылки самому добавиться, да. Понятно, что нам хочется, конечно, воспитание какой-то самостоятельности, но к нам приходят уже взрослые люди, и воспитывать взрослых людей дело неблагодарное с моей точки зрения. Поэтому, конечно же, конечно же, если вы выбираете рост в этом бизнесе, да, если вы выбираете, что вы пришли сюда для того, чтобы получать доход не 5-10 тысяч в месяц, а 50-100-150 тысяч в месяц, то вы должны занимать всегда очень активную позицию, и у вас всегда должно быть видение. Что такое видение? Ради чего? Куда вы движетесь? С какой целью вы туда идете? Что у вас там ожидает? Вот в определенной точке этого пути. Вряд ли эта точка будет финальная, да, потому что чаще всего, приходя к той своей мечте, которая когда-то казалась совершенно далекой, вдруг выясняется, что впереди еще много всего интересного, неизведанного, и хочется двигаться дальше, да, как бывает обычно, когда человек приходит, сначала говорит, ой, мне бы стать директором. А потом, когда становится директором, понимает, что там можно впереди быть и золотым, и сапфирным, и бриллиантным, и исполнительным. И если этот человек амбициозный, если у него активная жизненная позиция, то, конечно же, выбирает себе двигаться дальше, однозначно. Так, я тут немножечко зависла, как у вас, как у вас звук? Как звук? Поставьте, давайте, по десятибалльной шкале. По десятибалльной шкале, как вы меня слышите? Вот зависает что-то немножко. Немного зависла. Но раз слышите, значит сейчас слышите. Уже слышите, да? Ну, десяточки-то поставьте. Ага, вот, убежали, десяточки, все, вернулась я к вам, да? Итак, значит, и вот люди, которые, приходя в наш бизнес, обладают именно видением, да, то они понимают, что из двух тысяч номинований, которые находятся в нашем каталоге, есть так называемые ключевые направления. И вот эти ключевые направления, которые будут давать вам товарооборот всегда, понимаете? То есть на что-то есть скидки, на что-то нет скидки, что-то сегодня покупают, что-то завтра буду покупать. Но есть направления, которые будут давать вам товарооборот, причем растущий товарооборот, да? Товарооборот, за который вы не будете переживать вообще никогда. а вот есть такие ключевые направления это два направления первое ключевое направление это на ваш уход за позже лица это ключевое направление и для того чтобы у вас никогда не было проблем с товарооборотом сами изучите это направление прочитайте посмотрите видео как коллекция на бишь отличается от того что предлагает нам розничный например магазин не только по ценовой категории но и потому из чего сделано до после характеристикам но и по цене конечно же в том числе и сами хорошо знаете это направление и второе направление которое очень важно для нас с вами которая также находится в направлении нашего с вами будущего это конечно же категория был нас продукт здорового питания и вот наш первый каталог он как нельзя замечательно предлагает именно узнаете как первично познакомиться с продукцией категории был вас потому что ну не всегда человек понимает зачем ему нужны коктейли и для этого опять же нужно хорошо изучить эту продукцию самому очень хорошо понимать зачем вам нужно пить коктейль а человек не всегда понимает зачем ему нужно было успех например да ну бывает для некоторых а не просто донести эту информацию но для чего нужны витамины посередине зимы но тут уж мне кажется даже самые упертые они будут с этим спорить что январь месяц конец января а уже давно не было фруктов собственных дач и огородов организм поистосковался по витаминам но это вот как вы знаете для обычного обывателя объяснение на самом деле это неправильное совершенно объяснение потому что летом тоже надо обязательно пить витамины а так как на наших дачах у меня кстати нету вовсе нету сейчас того количества витаминов в фруктах до которые были еще буквально 20 лет назад но для обычного обывателя это все-таки более или менее что-то понятно поставьте пожалуйста плюсики если вы сейчас понимаете о чем я вам говорю так вот первый каталог текущий нам предлагает просто великолепно нам делает до великолепное предложение для первичного знакомства с нашей категории был нас и дает нам возможность подойти вообще к человеку с этим предложением легко и свободно сделай заказ на 1000 рублей из этого каталога и пожалуйста с 50 процентной скидкой ты получишь вот такую вот баночку витаминов где будет 60 витаминов отдельно мужские и отдельно женские а и все это удовольствие тебе обойдется с 50 процентной скидкой понимаете у вас появляется просто совершенно потрясающая возможность а помочь человеку сделать первый шаг для знакомства не все готовы делать этот шаг очень большим данным пример сразу сделать подписку лайф плюс а вот например познакомиться с витаминами да еще по такой рациональной цене это очень просто ваша задача самое главное начать про это говорить людям говорить 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 бесконечно поставьте перед собой задачу каждый человек который вы встречаетесь расстояние вытянут руки неважно он уже у вас команде либо он еще не ваша команда он должен узнать о том что у нас в текущем каталоге если такое замечательное предложение до витамины по стандартам gmp по цене который нет нигде вообще нигде и буквально на прошлой неделе в нашей команде появились еще два канала а в мессенджер telegram которые сделали наши врачи они горбачева и регина капитонова у каждой из них есть теперь еще один канал я вам очень рекомендую подписаться на эти каналы я например это сделала у они горбачева канал называется образ жизни и она только что кидала ссылочку на этот канал они продублируют еще раз у регина капитоновой канал называется креативное здоровье региона же ким пожалуйста ссылочка если ты тут еще я видел что ты была здесь у нас за границей и вполне возможно у нее там со связью какие-то вопросы возникают а вот а регина если здесь ки тоже ссылочку на свой канал и киньте пожалуйста девчонки ссылочки в нашем чате telegram бриллиантики эти каналы подпишитесь на эти каналы потому что девчонки очень интересно очень а коротко да вот и какими-то такими портянками что прям очень очень короткими такими интересными сообщениями рассказывают людям вообще ничего нужна наша продукция категории был вас и а вам эти каналы будут помощь они вам будут помогать именно легко красиво быстро а буквально двумя-тремя предложениями рассказывать о том что же это за такая продукция категории был и так если вы обладаете видением вы должны прекрасно уловить вот этот вот момент что у нас с вами две категории ключевых категорий которые всегда буду давать вам товарооборот друзья мои всегда понимаете что-то в моде что-то не в моде цвет помады может поменяться цвет лака может поменяться а сегодня в моде такие волосы завтра другие волосы но здоровье и ухоженная кожа будут в моде всегда вообще без исключения это моя точка зрения я в компании 17 лет и за 17 лет эта точка зрения никак не поменялась я так считала я так и продолжаю считать и я вижу что все лидеры которые зарабатывают деньги в компании это люди которые понимают что надо развивать именно эти две ключевые категории для развития она бишь и был нас а вам будут помощь каналы дополнительные а ваше знание смотрите на ю тубе видео на эту тему и конечно же мастер-класса до походу за кожей лица это для того чтобы продвигать коллекцию на вэш у нас очень часто на наших вебинарах в третьей части где рассказывать девчонки прям сразу делают уход за кожей лица и и конечно же наша пятница где каждую пятницу нам рассказывают о категории был вас весь день пятница у нас всегда день велос отличника и так но а для того чтобы расти и развиваться в бизнесе очень важно как я сегодня уже сказала еще и это очень важный момент и сегодня в нашем чате бриллиантики я вам предложила да если вы уже сходили молодцы если еще не сходили я вам предложила обязательно посмотреть вот этот вот и движение вверх знаете я вообще киноман я очень люблю смотреть фильмы я не люблю смотреть по телевизору потому что там реклама и все растянуто во времени я люблю смотреть фильм в интернете и периодически да смотрю фильм не могу сказать что каждый день конечно смотрю какие-то художественные фильмы но не всегда люблю именно наши фильмы по разным причинам но вот этот фильм но я просто не смогла пройти мимо потому что почитала отзывы потому что посмотрела вообще отзывы вообще зрителей и отзывы у нас в чатах я посмотрел на этот фильм да и вы знаете я вам хочу сказать что вот как раз для развития видения бизнеса обязательно если вы хотите зарабатывать деньги обязательно посмотрите этот фильм да и я знаю что вы ходили команды ирина мельникова ходили команды видела тоже в чате да и многие уже посмотрели этот фильм кто еще не посмотрел друзья обязательно ближайшие же деньки пока он идет кинотеатр бегом 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 почему но потому что фильм а этот про спорт потому что этот фильм про победу в которую никто понимаете никто не верил дело в том что баскетбол вообще-то американская игра и до определенного момента на всех абсолютно международных соревнованиях на мировых первенствах первое место занимала команда сша всегда знаете и все остальные команды всех остальных стран принципе даже не претендовали на это место не просто не могли победить команду вот поймите они считали что это невозможно и когда планировали свою работу при подготовке к различным международным они они в принципе тренеры этих команд как и сами спортсмены принципе не рассматривали номер один место номер один вообще понимаете то есть борьба шла за второе третье место первое место никогда не кем не рассматривалось потому что считалось что у команды их место законное почетное и никто даже не пытался организовать процесс тренировки и или вообще зародить в голове в мозгах спортсменов мысль о том что можно побороться за первое место и тренер нашей команды но у нашей команды появился новый тренер и он просто им сказал что вообще не имеет смысл тренироваться если ровно через год мы не займем первое место вы знаете на него смотрели как мы сумасшедшего все друзья мои команда на него смотрел как мы сумасшедшего а я смотрел на этого тренера и в некоторых местах себя представляла потому что я иногда говорю какие-то идеи понимаешь что первое время я их куда-то там сама с собой разговариваю иногда бывает я понимаю что кто-то но большая часть даже не верит в то что это в принципе возможно но друзья мои если появился хотя бы один человек который считает что что-то невозможное возможно то это случается самым невероятным образом я не буду вам пересказывать этот фильм это вообще невозможно пересказать вы просто обязаны посмотреть я хочу вам сказать что я вот на каждом этапе просмотр этого фильма все время все время видела параллели с нашим бизнесом постоянно бесконечно вот эти шли параллели потому что но даже последние минуты фильма да когда уже все сдались когда уже все опустили руки когда уже оставалось три секунды три секунды до конца матча тренер продолжал верить в победу и продолжал воодушевлять свою команду и вы знаете оказывается за три секунды да я вот вам прям специально с чата вытащила отзывы скопировала да вот юлий гнат вы на стесква ирина мельника извините если еще кто-то писал отзывы я не заметила не увидела ну вообще-то я у вас ваши все отзывы читала да просто первый который увидела три секунды ребята три секунды за это время можно победить проиграть и снова выиграть казал тренер до конца этого матча и они выиграли понимаете три секунды всего три секунды определили судьбу всех этих людей судьбу этого матча судьбу спорта а судьбу вообще будущее всего баскетбола потому что после этого уже никто не смотрел на американскую команду как на команду которую невозможно превзойти все все остальные поняли что да оказывается можно побеждать можно выигрывать можно тренироваться на победу понимаете три секунды изменили взгляд всего мира три секунды друзья мои а у нас например сейчас в этом каталоге заканчивается квалификация на хорватию вступала в квалификацию очень много людей очень много и только два человека сегодня дойдут до конца от квалификации нашей команды у нас вот люба савинкова идет и а юлии меньше наеду до два человека дойдут до конца до финала и они будут в хорватии представлять нашу команду в мае 2000 но нашу команду я беру нашу не глобальную команду глобальной команде два человека будут представлять нашу команду и опять же вот смотрите ведь зашло в квалификацию много но люди по дороге сдавались почему кто-то не так там не что-то сказали кому-то там муж сказал ты ерундой занимаешься а кто-то где-то что-то не доделал просто потом поленился а потом испугался а потом еще что-то понимаете вот по пути люди как бы отваливались а ведь вот эти два человека которые дойдут до конца это люди которые также встречались теми же препятствиями с теми же трудностями а их им также говорили что это нереально и продолжать может быть говорить да где-то они сами не верили говорили ольга неужели правда если выполнить условия я правда поеду бесплатно порвать да конечно это все правда делай не сдавайся продолжать до настойчивость многое значит это одна сторона друзья мои медали есть вторая сторона медали понимаете а опять же да если мы смотрим на этот фильм никогда не бывает команды только из таких как ты сказали в этом фильме самому сильному игроку когда он возмущался почему все остальные не играют так же как я почему все остальные не забивают так же как я и ему тренер сказал никогда вся команда не будет состоять из таких как ты от баскетбол игра командная то что ты один звезда звездец понимаете когда в команде каждый человек выполняет свою роль и радуется и помогает другому сделать свое дело вот тогда образуется команда да и вот правильно нужно чтобы ушел страх сборная должна поверить победу друзья мои все начинается с веры веры победу сначала победа зарождается вот здесь голове и разлад команде все победе не бывать вот чуть-чуть маленькие какие-то шероховатости пазлы не сошли и все и победа пройдет мимо посмотрите лидера они написали они не тезисы из этого фильма удивительно да я не думаю что юля писала от ирина ирина там июля смотрела нет каждый из них написала то что она уловила посмотрим и получаем одну и ту же картинку как это не странно да потому что они понимают этот бизнес изнутри поэтому они выхватили одни и те же фразы и а вот этот вот фильм он полностью отражает суть нашего полностью друзьям и обязательно посмотрите как я уже сказала вторая сторона медали кто-то скажет ну вот они там двое поедут ну и что мне то что с того обладайте пожалуйста ведьми учитесь учитесь радоваться за победы людей своей команды даже если они вот как бы вот общая команда но не параллельно например ветки почему потому что то что эти два человека поедут говорит для всех остальных о том что это в принципе возможно соответственно вы сможете пиарить вы можете говорить наши команды люди выполнили квалификацию и они так и когда девчонки будут оттуда транслировать свои фотографии в инстаграме в телеграме да а вы сможете брать этот контент выставлять у себя на странице и писать о том что у нас люди сейчас бесплатном путешествии они всего лишь менеджер они сделали немножко совершенно действий на компании уже отвезла бесплатно за границу это круто классно здорово и вы тоже можете присоединившись к нашей команде поехать следующий раз потому что будет следующий поезд и следующий и следующий друзья мои это командная работа понимаете вот как баскетбол это командная игра и в этой игре а люди играют на самом деле если мы вспомним опять же фразу мы живем я живу это игру это не игра он лежит на больничной койке убит лежи успокойся я не могу это не игра это моя жизнь так вот так же наш бизнес это не играет и развлечение сюда нельзя прийти на 5 минут попробовать а не получилось и побежать куда-то там еще да и побежать можно но тогда понимаете пройдет время обязательно встретишь людей которых которых получилось которые сделали результаты навсегда останется в душе вот это состояние блин может быть я зря убежал зачем я это сделал вот они остались они прошли этот путь и они стали они победили они сделали этот результат сегодня они на коне и потому что любите это удивительно и немножко в них какие то удивительные качества не потому что они там всеми спонсоры больше занимались помогали еще что-то а потому что они сделали такой выбор а не не сдались на каждом шаге они они продолжали двигаться они живут так я сегодня а не могу сказать что вот это моя работа а вот это моя жизнь у меня все вместе моей жизни моя работает в принципе одно и то же это все объединено одной общей жизни это образ жизни и он мне нравится мне нравится соскакивать 6 утра тогда когда я хочу сейчас во вторник улетаем на конгресс предприниматели там 7 завтрак значит надо будет соскакивать 6 но это мой осознанный выбор на короткий промежуток времени три дня конгресса три дня я буду просыпаться в 6 утра но я это буду делать с удовольствием почему потому что я знаю какой интересный день у меня впереди как много всего классного будет новые тренеры новые интересные люди новые истории а я буду вам там что-то транслировать мы будем с вами переписываться это будет и интересные три дня понимаете три дня которые будут наполнять мою жизнь новыми впечатлениями да я буду вставать 6 утра минус но то ради чего я буду это делать это огромный плюс а теперь представьте обычного человека который соскакивает 6 утра на свою обычную работу я не думаю что он подпрыгивает теми же чувствами да и а думает так о том что ему надо 6 утра как я вам сейчас обрисовала свои мысли понимаете вот в этом и разница то есть вроде бы такая же жизнь да вроде бы я также сплю ем а работу обучаюсь встречаемся общаюсь и так далее но качество этой жизни она абсолютно разная человек может на обычном работе зарабатывать столько же сколько я допустим пусть он зарабатывает те же самые деньги но у него такие деньги да он не сможет вести тот образ жизни который виду я например он не сможет улетать путешествие тогда когда хочется отдохнуть он не сможет работать таком графике как ему хочется он не сможет выбирать с кем работать потому что коллектив уже будет у него обозначен его нужно будет как-то приспосабливаться к этому коллективу коллективе разные есть люди с кем-то комфортно с кем-то не очень и так далее по тому подобное поэтому те кто не видел обязательно сходите посмотреть те кто посмотрел оставьте по десятибалльной шкале свою оценку а не просто этому фильму как художественного фильма а этому фильму а с точки зрения чему он вас научил по десятибалльной шкале поставьте пожалуйста цифру чему вас научил этот фильм насколько он соотносится с нашим бизнесом насколько много там того что вот просто берете в чистую да и переносите на свой бизнес и соответственно вашем бизнесе тоже все поменяется если вы будете мыслить также как этот тренер как потом уже вы себе эти спортсмены поэтому друзья мои да за три секунды можно победить проиграть и снова победить до 3 секунды времени это целый вагон вот поэтому я каждый раз говорю что если у нас с вами еще есть не знаю два часа час полчаса до конца каталога боремся боремся до конца до последней секунды почему потому что я за последний мне кажется вот еще ни разу не видела чтобы в ровно в 1900 по москве в 19-30 по москве закрыли сайт честное слово вот ни разу не видела на 15 минут определяет его работу ну как бы там он сам справляется поэтому нельзя свешивать руки вот до последней секунды делаем делаем стараемся стремимся ставим цели цели должны амбициозный вид как цель этой команды выиграть достать команды номер один это была цель который не верил никто не верили их родственники в эту цель не верили сами спортсмены в эту цель не верил а спортивный комитет который отправлял эту команду на эти игры в эту цель не верили болельщики никто никто верил всего один человек 11 человек смог перевернуть вообще в истории все и в жизни это не единственный далеко пример пример который вы можете посмотреть прямо сейчас прямо сегодня по окончании планерки пойти на ночной какой-нибудь сеанс кинотеатр посмотреть этот фильм вдохновиться и начать жить и работать именно так как в этом фильме как вы вот это все увидите я надеюсь что вы кто еще не посмотрел обязательно посмотрите а кто посмотрел обязательно начнете а возьмете вообще от этого фильма все абсолютно все что вы можете взять и этот фильм навел меня на очень большие размышления именно по отношению к нам с вами так наши работе к нашей команды я считаю что нам не всегда хватает духа командности а у нас частенько какое-то такое внутри бывает разделение команда это вот эта директорская команда нет друзья мои мы все с вами одна команда и я на частенько это говорю но я хочу чтобы вы это приняли да вы приняли это сердце и вы стали одним единым целостным организма потому что только все вместе вы сможете привлечь привлечь к себе повышенное внимание со стороны ваших друзей и знакомых незнакомых вам людей да в социальных сетях и привлекается внимание именно командностью именно большим количеством людей именно большим количеством событий и конечно же конечно же большим количеством комментариев к различным поставок и для продвижения бизнеса каждого из вас очень важно взаимное продвижение социальных сетей каналов друг друга понимаете взаимно продвигая друг друга все мы вместе будет продвигаться каждый из вас гораздо быстрее чем например у вас получается на сегодняшний день что для этого нужно сделать ну во-первых подпишитесь друг другу на основные странички в социальных сетях у вас у всех есть основные странички подпишитесь друг другу на основные странички это первое и конечно же подпишитесь друг другу на каналов youtube есть канал у меня есть каналу а не горбачёвой а есть каналы у кого еще есть канал напишите подпишитесь на эти каналы youtube где мы будем выкладывать видео друг друг у вас есть общий чат бриллиантики а он и есть вообще зачем еще нам один общий чат вот у лена петренко есть канал на youtube далее адреса девчат бриллиантики эти адреса чтобы все видели до друг у друга и так затем а имейте пожалуйста ввиду вот или тоже кидайте кидайте потому что какие-то даже я не знаю кого есть чего а так вот смотрите что происходит появляется какая-то публикация социальных сетях или на канале youtube то больше всего люди обращают внимание на те публикации и на те например видео на канале под которыми есть комментарии и чем больше там собирается комментарии причем что удивительно а не важно позитивных или негативных вот вообще не бойтесь негативных комментариев вы знаете удивительно негативные комментарии даже еще больше внимания потому что все тогда начинают ну как бы а хотят высказать свое мнение и получается еще больше комментарии поэтому не бойтесь если у вас где-то а под чем-то появляется негативный комментарий никогда не их не удаляйте ну что они там будут это очень хорошо специально сами ни в коем случае не надо описать а вот например если вдруг сторонний человек какой-то негативный комментарий так хорошо то есть никогда такие комментарии не удалять так вот обязательно ставьте лайки под видео на youtube канале у вас обязательно подписывайтесь когда на youtube канал у вас там колокольчик и на колокольчике всегда появляется появилось новое видео вот вы выходите туда обязательно лайкните это видео потому что чем больше лайков на видео тем больше она собирает опять же интерес новых людей дальше увидели вы написали ну выставили фотографию кто-то да вот из нашей команды из общей друзья мои не просто вниз так клавника смотрим на свою веточку шаг лев шаг прав считается победа на общую команду смотрим на большая общая команда а и смотрим человек написал выставим что-то но вы видите иногда что вот тут что-то выставлю напишите коротенький комментарий не надо там что-то придумывать короткий емкий комментарии с какими-нибудь классами еще с чем-то да ну то есть вот просто напишите комментарии один-второй третий и все и вот оно пошло да и вот ваши и люди к вам тоже будут заходить и тоже будут писать комментарии и вот когда вы будете вот таким вот образом переопыляться друг друга вы будете привлекать очень много еще людей потому что когда люди выходят вот например он ленту просматривает у него же много 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 всяких фотографий что-то там написано и люди останавливаются любопытно stick где много комментариев даже немного лайков а именно но anti-slight и ковинт ваш страны должен быть вот они останавливаются где много комментариев почему раст его это много комментирует значит что-то интересное все человек остановился прочитал посмотрел с то а куда-то дальше пошел к вам, да, может быть, тоже стал какой-то комментарий, лайкнул, например, эту запись, и все, эта запись появилась у него в ленте, а у него тоже есть друзья, понимаете? И вот таким образом начинается вот этот вот вирусный, ну, маркетинг, да, вирусный вариант, когда кто-то у вас лайкнул, а у него еще кто-то почитал, потому что много комментов, кто-то что-то пишет, он лайкнул, надо тоже посмотреть. И вот понеслось, понеслась, понеслась ваша публикация или ваше видео по социальным сетям, понимаете? И чем больше вот таких комментариев, тем больше людей в социальных сетях о вас узнают, тем больше шансов, что люди могут зайти к вам на страничку или зайти под хэштегом, да, общей команды ProJekom и посмотреть, а что же там такое, что же там все комментируют, что вообще там происходит. Так, друзья мои, лайкайте, комментируйте друг у друга и подписывайтесь друг на друга обязательно, чтобы у вас как можно больше людей о вас узнавали. Ань, по поводу чата-прокачки мы с тобой обсудим в Москве эту тему и потом уже примем решение и запустим уже, ну, как бы в общем. Понятно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает свою выгоду, личную выгоду того, что я вам сейчас рассказала о командной работе. Понятно, да? То есть мы всегда делаем, конечно же, каждый человек хочет делать то, что выгодно ему, но в нашем бизнесе очень важно и очень выгодно делать хорошо другим людям, своей же большой команды, потому что это в итоге становится выгодно вам. Вот такая вот удивительная у нас метаморфоза в нашем бизнесе. То есть все действия, про которые я вам сегодня рассказываю, они взаимовыгодны всем нам. Понятно? И вам будет очень легко продвигаться вообще в бизнесе и предлагать людям бизнес, если у вас вот таким вот образом будут прокачаны странички. И в инстаграме, да, вы видите, выставил кто-то пост, напишите вы туда маленький комментарий. Ничего в этом нет сложного, это делается быстро, комфортно, легко, но опять же взаимно. Да, все мы это делаем взаимно, хотя, конечно, не надо там ставить себе галочку. Ага, вот это у меня написал, он мне в ответ написал. Все, значит, я вам в следующий раз пишу. А этот не написал мне в ответ, я вам не напишу в следующий раз. Друзья мои, мы не в детском саду, да, не надо вот это все устраивать. И помните, пожалуйста, правило, первое правило вселенной. Если ты хочешь что-то получить, сначала отдай. Первое правило вселенной. Если ты хочешь что-то получить, сначала отдай. Понятно? Вот я всегда живу вообще и работаю, не только я работаю, я живу по этому принципу. Я всегда много отдаю, очень много отдаю, очень много отдаю. Я очень много читаю презентацию, я очень много отвечаю на вопросы, Я очень много делаю, я очень много делаю того, чего не видно, например, таких невидимых действий, скажем так, для общего глаза, но все действия направлены на то, чтобы было лучше другим. Все действия. Я считаю, что мой бизнес сегодняшний, который имею, мой доход, который имею, он обусловлен именно тем, что я очень много отдаю. Я это так делала всегда, с самого начала прихода бизнеса, я также продолжаю делать и сейчас, и завтра буду делать точно так же, и послезавтра, и послезавтра. Я помню про первое правило Вселенной. Прежде чем что-то хочешь получить, сначала отдай. Первое правило Вселенной. Помните, пожалуйста, про это. Ну что, про это мы с вами тоже поговорили, больше не буду останавливаться на этом слайде. Я надеюсь, что вы услышали меня и, самое главное, приняли эту идею, которую я вам сегодня озвучила. Ну и, конечно же, основные моменты, да, про первый момент я уже сказала, это у нас осталась последняя неделя каталога, когда вы можете прокачать wellness, и не только в своей команде, но вообще, в принципе, в своем окружении, да, первый слайд, с чего мы сегодня начинали. Второе, у вас, для вас компания придумала вот такую вот замечательную акцию, то есть я всегда эти акции считаю поводом, поводом для звонка, потому что просто так, например, звонить человеку, говорить, ну что-то там заказ не сделал в этом каталоге, но это как-то, ну, дистика какая-то, да, с моей точки зрения. Это такое уговоры какие-то ненужные, совершенно некомфортные ни для кого, ни для вас, ни для людей. Я всегда говорю, что звонить надо таким образом, чтобы человеку было интересно и выгодно, поэтому я всегда, когда прозваниваю людей, всегда рассказываю про выгоды, выгоды этих людей. То есть я говорю, у меня для вас, любой мой звонок вообще, любому человеку из моей команды начинается, ну, помимо приветствия, да, начинается с того, что у меня для вас прекрасные новости. Вот вообще запомните, пожалуйста, эту фразу, я всегда, все звонки начинаем с этого, у меня для вас прекрасные новости, да, вот первое, что я говорю. Все, я этой фразы всегда располагаю человеком к дальнейшему общению, да, потому что это же новости для него, выгодные, прекрасные новости, это же позитив, да. И так как каждый раз я звоню с такими хорошими новостями, получается, по отношению к человеку, то шансы, что он в следующий раз возьмет трубку и готов будет меня выслушать, всегда повышается этот шанс, да, и поэтому у нас складывается хорошее отношение с людьми. Да, компания всегда знает, как нам помочь организовать товарооборот. Мне вот вообще удивительно, наша компания, конечно, в этом смысле, вообще таких компаний больше не существует в природе, по крайней мере, я не встречала, да, хотя я знаю много разных компаний. У нас компания придумывает всякие различные акции и промоушены для того, чтобы, ну, скажем так, перед нами стояла всегда какая-то конкретная цель. Ну, казалось бы, ну, придумала акцию, придумала промоушен, ну, все, успокойся, нет. Она всегда еще и смотрит, как мы выполняем этот промоушен, если видит, что как-то вот стоит немножечко помочь, да, подпинуть, да, поэтому она всегда еще и дополнительные какие-то промоушены внутри промоушены предлагает. И это, конечно, абсолютно удивительно, то есть компания же в это деньги вообще-то вкладывает, это же не просто так раздача продукции, ну, там, непонятно как и непонятно кому. И это вообще-то со стороны компании вложение в денег, поэтому всегда спрашивайте себя, вот компания ко мне относится как к партнерам, она по-партнерски ко мне относится, она мне помогает выйти на тот или иной результат. А я-то к компании как отношусь, как к партнер или как-то немножечко потребительски, может быть, во многих случаях, да, вчера подписался, сегодня уже спрашиваю, когда у меня зарплата будет. Вопрос, а что ты сделал для того, чтобы тебе вообще-то начали платить, да, еще ничего не сделала, деньги просишь. Так вот, компания нам всегда предлагает различные варианты, и на этой неделе, да, с прошлой недели идет эта акция, и на этой неделе она продолжается. У вас всегда есть вариант позвонить людям своей команды, сказать, у меня для тебя прекрасные новости. Ну, во-первых, да, ты можешь приобрести набор самой ходовой продукции, куда входит тушь, лаги, ногтей и специально смягчающие средства со скидкой 80%, 80%, да, по такой цене не купить нигде, никогда и ни при каких условиях, ни в каком магазине вам по такой цене ничего не продадут. Про качество я вообще молчу, да, специально смягчающие средства, например, это вообще продукт, многие годы до появления Wellness у нас, да, многие годы на каждой конференции золотой и бриллиантной, когда нам показывают топ-10 продуктов компании, самых продаваемых в мире, так вот, многие годы до появления Wellness первое место занимало специально смягчающее средство во всем мире. И оно пользуется огромной просто невероятной популярностью во всех скандинавских странах, во всех азиатских странах, в России и не только, да, на всем постсоветском пространстве. Это специально смягчающее средство всегда пользуется огромной популярностью, потому что у него невероятное совершенно качество, вот в этой малюсенькой совершенно баночке, да, находится такой крем, который, в общем-то, спасает от очень многих проблем, от очень многих бед и от очень многих разочарований, да, в жизни. Поэтому, опять же, зайдите, почитайте, посмотрите, что это за специально смягчающее средство, да, в чем оно помогает, в чатах частенько пишут про это, да, и 2-3 предложения человеку, не надо ему вот рассказывать все, да, никто не будет читать это все или смотреть и слушать так долго. 2-3 коротких предложения цепляющим, да, я, например, считаю, что даже само предложение, что этот продукт ежегодно на протяжении 50 лет входит в топ-10, 10 самых продаваемых средств в мире, уже, собственно говоря, мне кажется, вполне достаточная информация, да, для того, чтобы заинтересовать человека, что же это за продукт такой, почему ему нужно этим продуктом обязательно воспользоваться. Поэтому одно из предложений, да, это, конечно же, вот эта вот распродажа. Код набора я вам написала, 540153, обязательно, если у вас заказ на 50 баллов, был, например, уже, если вы не вписывали код продукта, вы можете заказать, и на каждый 50 баллов, сколько раз у вас по 50 баллов, столько вы таких наборчиков можете брать, вплоть до 27 января, то есть до конца каталога. Единственное, я вам хочу сказать, не тяните, пожалуйста, до последнего дня, потому что, ну, во всех таких предложениях всегда написано, что количество товара ограничено, то есть вполне возможно, что в какой-то момент товар начнет заканчиваться на складе каких-то составляющих этого набора, и, собственно, запросто может случиться так, что там в пятницу-субботу этого набора уже просто не будет на складе. Чтобы вот вас самих и ваших людей не постигло разочарование, ни в коем случае не откладывайте на последний день. Берите телефончики прямо сегодня, прямо завтра в руки и начинайте уже сообщать. Дальше у нас с вами на этой неделе заканчивает действие вот эта акция, и если вы возьмете свои информационные листочки, то вы увидите, да, что достаточно большое количество людей на сих пор не забрали все медальки. Что это для вас, как ни повод позвонить этому человеку и сказать, что вообще его ждет бесплатный продукт, да, все, что ему нужно сделать, делать любой заказ, и, собственно говоря, добавить этот бесплатный продукт в свой заказик, и все. И это благодарность компании за то, что он делал заказики предыдущие, ну, какое-то количество, как положено, периода, да. То есть, смотрите, одна новость, акция, да, предыдущая, где наборчик, да, она со скидкой 80%. Вторая хорошая новость, которую можно сказать человеку, это то, что его ждут медальки, и он может взять бесплатный продукт. Третья прекрасная новость, что он может взять витаминки с 50% скидкой, да, плюс его личная скидка 20%, то есть, получается, 70% скидки от цены, которая представлена в каталоге. Посмотрите, сколько хороших новостей, сколько чего есть сказать людям, да. Так вот, если ваши люди возьмут что-то из категории Wellness, то еще одна прекрасная новость, они могут традиционно поучаствовать в розыгрыше 1 тысячи рублей. Этот розыгрыш традиционно проходит на последней неделе каталога в пятницу, то есть, на этой неделе, которая у нас начинается, в пятницу, 26 января, по окончанию всех кубинаров, произойдет еще и розыгрыш тысячи рублей. Среди всех тех, кто делает заказы в течение всего каталога, хоть что-то заказал из продукции категории Wellness. Вот вам еще одна прекрасная новость, да, и повод для людей подтолкнуть, опять же, человека, взять, например, те же самые витаминки, чтобы поучаствовать в розыгрыше 1 тысячи рублей. То есть, друзья мои, смотрите, прежде чем обзванивать людей, вы создаете скрипт. Что такое скрипт? Это текст, небольшой текст, да, где вы пишете по пунктикам себе, а что сказать, да, и вот вы прям все пунктики выделяете, и когда вы набираете человечка, вы смотрите, какие пунктики подходят ему, этому конкретному человеку, да. У вас должно быть приблизительно 3-5 пунктов хороших новостей для этого конкретного человека, да, и вы сообщаете ему эти новости. Говоришь, ты сможешь вот это поучаствовать, вот это у тебя такая выгода, такая выгода, такая выгода, такая выгода. Круто, круто. Говорят, а что для этого нужно сделать? Нужно сделать заказ, да, для этого столько, для этого столько. Все, и помогаете человеку сделать заказ. Еще хорошо, это вообще высший пилотаж, когда вы, вот так человек спрашивает, а что для этого нужно сделать? И вы тут же предлагаете ему сделать этот заказ. Таблица в чатах, ну, я так думаю, что кинут туда поближе таблицу, она была в чатах, она просто где-то там сверху убежала. и это еще не все а так как во вторник мы улетаем на конгресс предпринимателей там будет куча новостей и будет объявляться акция для менеджера который начнет действовать со второго каталога то есть буквально уже через неделю начнет действовать акция поэтому те кто еще не является менеджером 9 процентов постарайтесь подтянитесь к этой квалификации чтобы участвовать в этой акции потому что это могут больше например денежные какие-то выплаты я не знаю еще пока я так же как вы узнаю хотя я думаю что обычно такие новости еще и транслируют на ю тубе компания то есть тот день когда будут новости скорее всего на почту придет сообщение следите пожалуйста почте придет сообщение что компания начинает ютуб трансляцию выходить на эту трансляцию одним глазком загляните к нам на наш конгресс предпринимателей и узнаете вот эти все новости от первоисточника что называется ну и конечно же будет много приглашенных тренеров которые конечно никто не будет нигде показывать и на каком ю тубе и поэтому будет еще и много всяких фишек идей и помимо новостей 26 числа мы с леной грифулиной прилетаем с конгресса и 26 вечера после того как пройдет суть проекта 20 часов по москве а мы с леной проведем может кто-то еще к нам добавится кто прилетит им кто успеет по времени потому что не успевает и мы с леной проведем еще и вебинар а для всей нашей глобальной организации по итогу конгресса предпринимателей где еще раз озвучим новости где поделимся фишками а очень часто мы на этом конгрессе очень много узнаем кулуарова что называется то есть на сцене мы что-то видим но так как мы живем в течение трех дней все вместе в одной гостинице очень много фишек узнаем вот и просто от людей которые с удовольствием ими делятся люди открыты и очень много пишет там узнаешь поэтому фишечек я думаю будет много всяких разных интересных и мы уже пять лет летали эти конгрессы и каждый раз мы привозим какую-то глобальную идею до команды который позволяет нам в следующем сезоне сделать новый рывок и новый результат это друзья мои а 26 января ждем вас всех на наш вебинар который начнется в 20 часов по московскому времени я надеюсь что если девочки понос записали ну и информация которая давно гуляет по нашим чатам которые я говорю на каждой планерке и и сегодня скажу вот несмотря на то что кто-то это не верит кто-то считает что это нереально кто-то думает что за одну неделю нельзя перевернуть мир возвращаясь фильмы до который мы сегодня с вами обсуждали движение вверх а три секунды за это время можно победить проиграть и снова победить и бумаг в сердцах как в своем так и людей остаться именно победителем давайте победителем поэтому друзья мои все те кто любыми путями в этом каталоге откроют уровень 22 процента до 7 с половиной тысяч баллов товарооборота откроют квалификацию директор и закроет по итогу шестого каталога 2018 года вы успеваете на банкет директоров 2018 года в новом звании сам банкет пройдет 22 сентября в москве поэтому неделя это для кого-то много для кого-то мало для кого-то это может быть вообще мизерное количество времени точно знаю что обязательно будут люди которые это сделают и которые на мега форуме а который бывает либо за день до банкета либо после не помню впереди поставили банкетом а так вот обязательно на сцену будут люди которые скажут а я вообще пришел компанию первые каталоги 2018 года и за один каталог 7 с половиной тысяч баллов потому что я так сильно захотел и все знаете как я все время вспоминаю эту притчу про лягушек кто-то ее знает может кто-то ее не знает есть такая притча было соревнование лягушек им надо было забраться на ответственную скалу и вот много-много лягушек начали прыгать на эту ответственность колону еще больше лягушек осталось внизу и вместо того чтобы подбадривать те кто прыгает как это обычно бывает жизни лягушки которые побоялись есть на скалу они начали наоборот поддуживать те кто прыгал они говорят да ладно зачем тебе это надо ты же и так ты нормальная лягушка полезла на эту скалу а вот ты чуть-чуть выше заберешься упадешь и ошибешься и вообще зачем вы желата без этой скалы и еще сто лет проживешь не надо не прыгать они мешали всем чем могли вы знаете спички которые начали прыгать на эту скалу потихонечку начали отваливаться сначала сдался 2 потом 3 4 и только одна лягушка продолжал какой-то причине прыгать и вы знаете прошло небольшое количество время несмотря на то что все уже кричали что-то остановись ты уже слишком высоко забралась а все теперь ты точно если упадешь и забьешься и вообще ужасно да и так далее и тому подобное но это лягушка продолжала прыгать и прыгать себе и так она благополучно тихонечко допрыгала до вершины встала на этой вершине и когда после этого стали выяснять почему почему все сдались все сдались и только одна допрыгала до вершины этой скалы выяснилось удивительная парадоксальная вещь дело в том что это единственная лягушка была глухая а просто не слышала то что не говорили что это не реально вот и все это притча а есть реальная жизненная история абсолютно реальная проходит такой турнир я не помню точно как он называется многодневный бег не помню если кто-то помнит в чате напишите как это называется когда преодолевается огромная огромная дистанция по моему там 50 тысяч километров я соврала 50 тысяч километров что-то вообще какая-то бешеная дистанция огромная дистанция и то же самое да там ежегодно принимают участие огромное качество спортсменов какой-то огромный призовой фонд выиграет эту дистанцию и профессионалы принимают участие люди готовятся годами к этому марафону десятилетиями готовятся на у небольшие команды их спонсоры у них сопровождающие лица когда они бегут им там чай и кофе подносит им там поспать дают и так далее и тому подобное то есть это целая вообще такая вот как это сказать то индустрия да целая индустрия и у каждого вот этого спортсмена бегущего по этой дистанции целая команда сопровождение есть и один раз никому неизвестный старичок я бы даже сказала который вообще очень странно даже выглядел на фоне всех этих профессионалов которые года в год бегали этот марафон за вообще вот и хотели победить а сверхмарафон как-то он называется сверхмарафон и когда мы на старте сказали боже мой что я могу участвовать да может условия что ты не можешь участвовать нету по здоровью обычно бедный пастух я овец пасу эти овцы все время разбегают бесконечно разбегаются и если например овца потерялась на не никогда в жизни сама не найдется такое вот животное и я говорит по полям а мне как нельзя терять этих овец потому что если волки собаки загрызут а у меня это зарплата и так маленькая мне их нельзя терять так вот у меня бывало я по пять дней бегала этих овец искал я прославился тем что меня ни разу в жизни не пропала ни одна овца вообще соответственно ну все его послушали почему он пришел покрутили у виска сказали что это вообще какое-то сумасшествие умрешь на этой дистанции сопровождающих лиц не было ни спонсоров не было вообще никого пришел человек один и так начался марафон первый день он бежит самый последний хвосте а все над ним ржут угорают просит его сойти с дистанции эти зрители эти спонсоры которые там сопровождают своих именитых спортсменов а он себе бежит и бежит бежит и бежит первый день закончился марафона все спортсмены легли спать а им разрешать внутри марафона спать 8 часов а все легли спать со своими сопроводительными вот этими там вагончиками всем прочим а он как бежал так и бежит поступать второй день где-то все спали восемь часов а он бежал восемь часов но за эти восемь часов он не догнал основную группу так медленно он бежал поступать второй день эти все опять впереди планеты все а он бежит но приблизился уже к ним и так потихоньку полигонку когда спортсмены начали уставать он начал набираться получается так просто за счет вот этого времени сна и за счет времени когда спортсмены останавливаться на всякие перекусы передыхи и все прочее так вот на пятый день марафона этот человек утром пятого дня оказался первым он обгонял всех вот этих именитых спортсменов на те же самые восемь часов сна и концу первого дня его никто не смог обогнать этот человек стал призером вот этого сверх марафона это удивительная история она абсолютно правдива это правда вы можете найти так вот когда на финише спросили этого человека как же так вообще получилось что он обогнал всех именитых спортсменов которые готовились годами к этому марафону которых только сопровождающих лица такие спонсоры и всякие врачи и тренеры и все прочее и как у него так получилось оказалось обратно стадо для него это было нормой жизни он не спал все эти пять дней за счет этого он обогнал всех абсолютно всех только просто за счет того что он не знал об этом условии так вот друзья мои ничего нереального жизни не все все находится в вашей голове посмотрите посмотрите этот фильм движение вверх то что рекомендовала сегодня сделать кто смотрел посмотрите еще раз мне кажется это просто фантастически на самом деле фильм не зря он бьет все рекорды прокат российских фильмов в нашей стране за вообще все последние года а он сейчас собирает самую большую кассу и помните всегда о том что наша с вами жизнь будет раскрашена именно в те цвета которые мы с вами выбираем и только нам с вами выбирать какие-то будут цвета будет ли она яркая красивая полна приятных моментов жизнерадостные ярких событий невероятных встреч позитивного общения либо это будет серая унылая скучная жизнь обычного человека который все время ворчит все время жалуется не та страна не то правительство не те доходы не та там жена муж дети не такие соседи не такие дом не такой и улице не такая город не такой и так далее и тому подобное друзья мои каждому выбирать самому когда-то я жила в городе Ясном Оренбургской области и я точно знала что я не хочу там жить сто процентов поэтому я просто сделала выбор я пришла в этот бизнес я пришла к нам в нашу команду я пришла в наш проект я была одна одинешенька у нас не было никого нас не было никакой команды у нас не было в Самаре родственников например которые могли бы нам помочь каким-то образом у меня нет богатых родителей которые могли бы мне например купить квартиру в Самаре чтобы я хотя бы об этом не думала мы просто взяли две сумки а мы взяли сына под мышку которому было полтора года всего ну около двух ему было да мы взяли сына мы взяли две сумки мы приехали в незнакомый совершенно незнакомый для нас город у нас не было денег потому что не было еще бизнеса мы начали с абсолютного нуля но когда мы уезжали из Самары и когда моя мама и Сашина мама сидели реально по-настоящему плакали говорили о том что мы тут умрем что мы не проживем что это невозможно что это нереально что мы там с ума сошли что вообще какой Арифлейм вообще вы понимаете сколько стоит квартир мне мама говорила ты понимаешь сколько стоит квартира ты вообще понимаешь что ты делаешь я говорила да я понимаю мы купим там квартиру она на меня смотрела просто как на сумасшедшую и ну слава богу не обозвала меня на сумасшедшую не сдала в дурдом но по крайней мере она ну вот она вообще не могла понять куда мы идем Как мы вообще это все видим и каким образом мы собираемся жить. Но только вот это мое видение, моя бесконечная вера в то, что если получилось хотя бы у одного человека, то значит это может получиться и у второго. Вот эта бесконечная вера не дала мне остановиться. И знаете, до сих пор не дает остановиться. Да, я бриллиантовый директор. Но есть же исполнительные директора. Поэтому я не останавливаюсь. Я никогда не останавливаюсь, какие бы ни были события в моей жизни. Поэтому, друзья мои, вот они кисточки, вот они краски, вот она ваша жизнь. Решать вам, какой она будет. Следите за нами в чатах, следите за нами на этой неделе. Мы будем на конгрессе предпринимателей. Следите за всеми новостями. Боритесь, старайтесь, ставьте себе амбициозные цели, выходите на новые уровни по итогу этого каталога. Сделайте для себя какое-нибудь открытие в себе же на предстоящей неделе. И тогда ваша жизнь будет именно такой, о которой вы мечтаете. До новых встреч!